В ночь на воскресенье сектор Газа подвергся самому интенсивному авианалёту с начала войны Израиля с Хамас. В Цахал это назвали широкомасштабной атакой по объектам террора на земле и под землёй. В то время как на севере густонаселённого анклава идут наземные бои, израильские военные объявили о том, что окружили город Газа и разделили осаждённый сектор на две части, оставив при этом гуманитарный коридор для населения. Как сообщается, Цахал планирует начать боевые действия в городской черте в течение 48 часов. Ранее в воскресенье израильские военные самолёты нанесли удары по двум лагерям беженцев, в результате чего погибли по меньшей мере 53 человека и десятки получили ранения. По данным Министерства здравоохранения Газа, управляемого Хамас, 7 октября в секторе погибло не менее 9700 человек. В связи с нехваткой продовольствия, воды и топлива в Египет поступает гуманитарная помощь, в том числе и с Францией. Однако из-за израильской блокады большая её часть задерживается на границе. Палестинский Минздрав призвал мировое сообщество вмешаться в ситуацию и открыть КПП Рафах для ввоза медикаментов и топлива для больниц сектора Газа. Король Иордании Абдалла II сообщил в соцсетях, что ВВС его страны смогли доставить по воздуху срочную медицинскую помощь в Иорданский полевой госпиталь в секторе Газа. Тем временем в Иерусалиме прошла акция в память об убитых заложниках и тех, кто всё ещё удерживается боевиками Хамас. Субтитры создавал DimaTorzok